Всем привет! Всем здравствуйте! Как ваши дела, друзья? Что у вас нового? Как ваше здоровье? Все свадьбы закончились, правда, ещё не все. Ещё есть свадьбы. Сегодня я дома по хозяйству. Буду готовить плов. Покажу, как готовлю его я. Вот такие вот, друзья, дела. Свадьбу снимала. Но снимать свадьбу я полностью не могу. Все не хотят. Одни хотят, одни потом передумывают. Вначале хотят, потом говорят, убери меня, вырежь меня. Поэтому несколько свадеб я снимала. По кусочку вам показала, друзья. Не все привыкли к камере. Не все это любят. Я думаю, постепенно привыкнут. Поэтому на свадьбах в основном снимала только себя, своих сестёр. Вот так вот. Вот так, друзья. Сейчас свадьбы у нас в основном играют без музыки, без выпивки. Сидят, едят, кушают, разговаривают, общаются. И на этом всё. Три-четыре часа посидели и пошли по домам. Родственники, бывает, ходят домой ещё к ним. Жених с невестой торт режут. Некоторые в зале же режут его. Некоторые дома режут. Ну, есть и с музыкой, конечно, свадьбы. Есть с музыкой играют свадьбу. Попаду, наверное, на такую свадьбу тоже я вам сниму. Ну, тоже снимать только, наверное, буду себя, своих, близких. Вот так вот. А так на свадьбах у нас немало людей. Я не могу просто людей много снять. На камеру, если чужие попадаются, они бывают недовольные. Поэтому, поэтому, друзья, я снимаю по кусочку. Снимаю я там много, но потом, когда монтирую, приходится удалять. Вот такие вот дела. Мужики у нас сидят в основном отдельно, женщины отдельно. Да, мне кажется, так и удобно. Не поговоришь с мужиками, когда сидишь. Бывают родственники, двоюродные сидят вместе. А так в основном мужики чужие сидят отдельно. Вот так вот. Тасты говорят. Ну, тоже я чужих людей снять не могу, как они там говорят, тасты. Могу снять себя, своих, близких сильно. Вот так вот. Поэтому не обижайтесь, друзья, если я там мало поснимала. По-другому не получается. Сегодня буду, друзья, готовить плов. Покажу вам. Салат сделаю. Давно не выходила к вам на связь. Поэтому решила вот так вот. Давайте, друзья, приготовим плов. Я вам покажу, как его готовлю я. Узбеки, я думаю, не будут нервничать. Смотря на мой плов. Сварила кукурузу, друзья. Думаю, что она готовая. Какая вкусняшка. Идёмте к нам на кукурузу. Сейчас я их вытащу. Вот, друзья, такая вкусняшка. Я некоторые поломала, потому что в кастрюлю не лезла. Некоторые оставила целиком. Сейчас мы покушаем. Нам приятного аппетита. Подходите и вы, кто рядышком. Все любят кукурузу. И дети, и я люблю. Кукуруза вышла на улицу. Дома жарко очень. Будем здесь на улице кушать. Хоть чуть-чуть ветерок. А то тут уже и кондиционер не тянет дома. Саиди, вкусно кукурузу? Да. Что, наелся? Да. Пуше не хочешь? Папе отнесу. Папе отнесёшь? Да. А Тагирчику тоже надо оставить. Тагирчик у нас в садике. Я Тагиру... Я папе два принесу, Тагиру оставлю. Да? Подписчикам чё привет не передаешь? Привет-привет. Как твои дела? Нормально. Плов с курицей у меня. Вот столько мяса куриного. Три средних луковицы, две большие морковки, три стакана риса, соль, масло растительное. И вот такие приправы я использую. Здесь это для плова приправа. Паприка. Перец. И я люблю тмин. Горный тмин я не люблю. Вот это узбеки, которые добавляют в траву. Забыла, как она называется. Её я не люблю. И вот в таком казанке я буду варить плов. Давайте приступим. Ещё сделаю салат. Помидоры, огурцы. Сварю кукурузу. Вот такие чисто домашние дела сегодня. Бассейн надо помыть, друзья. Вот так вот. Давайте приступим. Друзья мои, я вас ни в коем случае не учу варить плов, конечно. Просто показываю, как я сама его варю, готовлю. Все готовят по-разному. У всех разные рецепты. Три вот таких стакана у меня и рис. Столько масла нальём. Подогреем масло. Снимаю на переднюю камеру. У меня снимать некому. Дочка говорит, так плохо ты снимаешь. Снимаю на заднюю. Но у меня выбора нет. Масло подогрелось. Попускаем курицу. Друзья, жара у нас невыносимая. Очень жарко. Без рук никуда, конечно. Пока обжарится мясо. Мясо моё жарится. До краснофи пожарим мы его. Приготовила овощи на салат. Помидоры, огурцы. Красный лук у меня здесь. Кинза. И риган в несколько листочек. Соль, перец. И масло. Сейчас отправим лук сюда. Лук тоже обжарим немножко. Рис у меня обыкновенный и кизлярский. Самый хороший рис это кизлярский. Он бывает вкусный. Сейчас я его помою. Он чистенький. Сейчас минутки-две-три-двух пожарю и отправлю морковку сюда. уже пятый час и все равно душу сейчас отправим нашу морковку сюда и будем обжаривать а я пока помою рис четыре с половиной стакана таких кружки воды и три стакана риса у меня отправляем наши приправы вспомнила я это место зиры и отправляют мир я не люблю зиру не нравится мне эта приправа зира ну у каждого Абрама своя программа сейчас я посолю перемешаю только попробую нормально один чесночок тоже положу накрою крышкой забыла выключить вытяжку шумно и пусть готовится мой плов друзья еще нашла я пол перчика сейчас пока у нас плов готовится буду резать салат когда я готовлю салат с пловом я люблю резать мелко чтобы вам видно было овощи люблю резать меленько вот так вот так вот друзья там бабуля у нас с мамой появилась идея какая идея мы будем все вместе мы будем мы хотим чтобы Тагир с вами копил на это но он не хочет и мы с мамой решили копить на компьютер да ладно да ты че так и можно быстро и чем пять там копить вот и мафия вся в сборе друзья мелко нарезали помидоры сейчас половинку болгарского перца тоже нарежем Тагир там и тебе хватит кукурузы ты че скандалишь там дома мне не оставили ну я же оставила тебе все меленько нарезали болгарский перец тоже сейчас огурчики огурчики у нас молодые особо чистить не буду чуть-чуть так 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 как так у меня красный салатный управляем несколько листочков рейган так пахнет обалденно уже миленько нарежу аппетитная приправа это рейган плов у нас почти готов пусть постоит газ выключу и буду готовить дальше салат перец и масло так по вкусу посолим посолим кто как говорит чем перемешивать вот этим перец чтобы никто не слышал ой какой аромат друзья просто не передать рейган вообще да ты чего даже соедик чувствует запах это будет что то с чем то соль перец по вкусу конечно масло саид неси свою идею сюда покажем друзьям вот друзья у саидика появилась вот такая идея будем на компьютер копить будем на компьютер копить висмеля немножко положили сюда все мы ему будем помогать да саидик мама мама там у нее уже кошелек маленьких денег она их разменяет и потом будут пятерки и десятки и рубли нет рубли не надо пятерки и десятки будем ложить друзья нам удачи пусть аллах нам поможет чтобы банка бы быстрее наполнилась да саид бабуля если у меня будет пятерка сообщи или десятка сообщу обязательно не забуду хорошо вот так вот друзья такие идеи тоже у нас появляются временами а у нас сегодня идея появилась на плов и салат ты как нормально кукурузу мы варили уже идея неплохая арбуз порезали вот так вот с идеями наш день сегодня подходит к концу да а намоку а 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 и 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 не смогу может и смогу узбекско-аварский вкуснейший плов как его вывалить вот так если его не смогу перевернуть мы не выставим вот так это я сделала друзья вот такой плов у нас получился друзья ароматный вкусный узбекско-аварский вот такой салатик ой какой он ароматный попробуйте с риганом салат друзья вам очень понравится я думаю мы идем на улицу кушать дома жара на этом я с вами буду прощаться всем желаю крепкого здоровья удачи во всем всех вам благ пока пока